Чуть не разорвалось от радости сердце Неломана, когда в самом начале 2000-х годов я стал обладателем невероятного прибора. По удаленности от околоземной орбиты с ним мог поспорить только Наутилус от Бауэрс и Уилкинс, я думаю, те, кто задротят на музыке, меня поймут. Это было нечто невероятное. Причем самое забавное, если я задам вам вопрос, какой на сегодняшний день устройство, прибор, гаджет будет эксклюзивным, наверное, ответить будет просто тяжело. Товарищ на днях купил себе модный телефон, как бы типа из премиальной линейки, так там даже зарядное устройство к нему не дается. И коробка напоминает упаковку влажных салфеток. Никакого намека на эксклюзивности там нет. Пристрой, который накружил в те времена я, у него даже несмотря на то, что это, ну если очень сказать, очень грубо и фигурально, это телефон. Хотя от телефона там было только название, дабы можно было провести хоть какую-то параллель. И по нему можно было звонить и отправлять сообщение. Все. Ну еще, по-моему, в интернет можно было выходить, но интернет там был такой, в определенной степени кастрированный, поэтому... Но далеко не это в нем было самое интересное. Начиналось все с того, что он поставлялся в родной упаковке, которая по размеру превышала коробку обувную. И внутри там было, ну, все, что только хотите. Только барсучка, который борщ варит. Вот единственное там не было, все остальное было. По, скажем так, в те времена, подход к эксклюзивности наполнения, скажем так, прибора, набора, совсем по-другому относились. Вероятно, определенного рода модели от Верту или Верту, как хотите называйте, вот они приблизительно, наверное, были схожими. Но тут была явно такая музыкальная направленность. Это, опять же таки, ну, чисто номинально устройство это называлось Samsung. Хотя оно было выпущено в коллаборации с Бенком Долуфсом. Но, опять же таки, от Samsung там было только название и... И, как бы это так правильно выразиться... И форм-фактор слайдер. Вот это единственное, что было от Samsung. Все остальное, начиная от логики управления, от цветовых решений, от того, что там не было кнопок, там был центральный джок-дайл на подшипнике. Выполнен был телефон тогда уже из супер-модного стекла, имеется в виду, экран был прикрыт там супер-стеклом. Материалы самые были премиальные. Алюминий, супер-алюминий. И пластик, у которого было soft-touch покрытие. Еще раз, модель эта называлась Samsung Symphony. Нереальная штука. И все в нем было абсолютно какое-то ненормальное. Не поддающееся никакому логическому объяснению. Вместе с тем, оно было невероятно какое-то прекрасное. Мелодии свои, все там было другое. Но самое главное, там был нереальный аудиотракт. В комплекте шли провода, которые давали вам возможность подключить его к взрослой акустике. Там через ресиверы, через кроссоверы, через все, что хотите. Был выход на акустику. Звук выдавал нереальный. И помимо всего прочего, вот эта форма слайдера, там прятался у него, если так можно выразиться, на задней поверхности. Прятался еще и динамик. Когда о портативных колонках даже никто не заикался и во снах их не видел. Нереальная была штука. Просто нереальная. И сумму в полтора килогрита условных единиц, это вообще было абсолютно заслужено. Просто вот не сойти мне с этого места. Он каждого цента своего стоил. Нереальная штука. Он звучал так вообще, как никто и ничто не звучит. Это просто какое-то чудо было. Чудо было. Любому человеку его можно было дать в руки, попросить его позвонить. Человек скажет, ты что, идиот, что ты мне даешь? Это вообще резко. Это какая-то, я не знаю. Его с чем угодно можно было сравнить, но только не с телефоном. И опять же таки, он был изготовлен из премиальных материалов. Там было стекло, там был супералюминий авиационный. И там было покрытие в пластиковых частях soft-touch. Тогда это было невероятное изобретение человечества. Вот это покрытие soft-touch пластика. Вот soft-touch пластик. Это 100% пластик с покрытием soft-touch. Но только вот это было выпущено минимум за 100 лет до того решения, которое считалось экстра-эксклюзивным. На одну секундочку, это не сессер доктора. Прошу обратить внимание, такого вы точно больше нигде не увидите. Это 100%. Клинковая бритва, сюда вероятно скальпелек или ланцетик, ножнички и еще какие-то две приблуды. Какой-то вероятно крючок, зажимчик, ретрактор. Не знаю, что там могло быть. Но вот это все вот такое. Еще раз, это 100% soft-touch пластик. Поскольку на бритве, которую мы сейчас осмотрим, имеется штамп в виде двуглавого орла, я думаю, в Советском Союзе было двуглавых орлов на клинки ставить не камильфо. Поэтому это еще задолго до того, как. Естественно, я привел ее в порядок, как и все остальные бритвы. Вот так она теперь выглядит. Стальная оправа, именно стальная. Вот сам клинок. Вот такое ощущение, что эрль спину, ну то есть все, окромя непосредственно полотна, оно было, как это сказать, хромировано. Поскольку вот эта хромировка, безусловно, от времени, она уже теряет свой внешний вид. При всем при этом, это клин. И должен я вам отметить, вытащился, вытащился, на белый свет вытащился и очень хорошо вытащился, очень хорошо вытащился. К слову, это все о хорошо забытом старом. Я был просто в шоке. Дал мне Николай в руки эту коробочку и не мог я ее выпустить из рук, поскольку, ну, невероятно, невероятно и представляло интерес. Я думаю, ребята-доктора, коих в наших рядах немало, я думаю, оценят и подсокают языками. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот, смотрите, все работает. Какая штука. Ладно, продолжим. Номер один осмотрели, далее. Вот такая роскошнейшая. Опять же таки, на медицинскую тематику. Бритва завода Трудвача. Второй сорт. Росинструмент. Выборка четвертная. Да-да. Здесь, конечно, баланс слегка в сторону оправы сваливается. Не так, чтобы критично. Номер второй. Оправу почистил. Я думаю, Николай оценит. Далее. Фреймбэк. Грой. Фонтенай. Начинается. Другой возьмем. Так. Так. Это номер третий Вот здесь нереально мне понравилась сталь Прежде всего эстетически Настолько она рисуется на ней фаска Вот риска, правильно сказать, риска На фаске рисуется риска Обалдеть Не знаю, как будет брить Но, скорее всего, будет брить великолепно Это шведский Хелберг из Эскельстуны Просто офигенно Вот точил, каждый раз смотрел В увеличении Просто офигенно Вот сталь Сотрудничает с камнем Идеально Очень здорово Сотрудничает с камнем Так, это у нас номер какой? Раздо три Четвертый А здесь у нас Класс Торнблом Опять же таки Швеция Еще один Ложный Фреймбэк Номер пятый Далее Микроштучка Без названия Скорее всего Английского производства Но при всем При этом Это у нас Что ты Это клей Такой малюсенький Уютненький Клинышек Номер шестой И Замыкает данную Подгруппу Славно известный Антоша Эрик Антонберг С акулкой Со всеми делами Ну С рыбкой Так точно Данное решение Можно отнести К выборке Полный Данное решение Данное решение ну вот и все все бритвы в группе обработаны дополнительно мы свяжемся с николаем определимся какие позиции он выберет для выпуска их в продажу на этом как бы все ну это уже завтра произойдет значит завтра я сниму так дополнительный по ним репортажик и сможете с ними ознакомиться еще раз всем приветного вечера желаю здравствуйте радоваться до скорых встреч в эфире пока